Переходим к следующей теме. Она очень интересна. Почему? Потому что я впервые столкнулся с необычайной честностью. Вы мне помогли, ребята, с необычайной честностью. Вот этого плодопитомника. Плодопитомник настоящий. Большие площади. Большие обороты. Находится он, как сейчас вспомню, в Казани. Это Волга. Казань это Волга. И удивительная честность в наше время. Но она этой честности и помогла. Смотрите. Потому что люди рассчитывают не только на честность, но и, если второе слово, порядочность. Можно быть честным, но и непорядочным. Итак, Волгский сад. Откуда взялась эта фотография? Когда она распространена, она присутствует на сотнях сайтов плодопитомников и интернет-плагодина. Почему? Потому что на фоне мелких-мелких листочков они выглядят не просто большими плодами, а огромными. Но это ладно. Значит, откуда взялась этот вопрос? Итак, у нас есть с вами канал Садоводства по Железу. Один из моих друзей его организовал. Ну, на сколько там людей? 100-200 человек. Хотелось бы 100-200 тысяч. Еще лучше миллион. Помните, там мы спорили с девочками, которые представляли. Ну, девушки имеются в виду кандидаты наук. Не такие уж они девушки, но, по крайней мере, считаются специалистами. Вот. Что и подчеркивали. А там миллион подписчиков, а тут сотни или две. Так. И вот приходит от человека фотография. Мы подробно будем говорить. Почему? Это учеба. Я надеюсь, как? Ну, потом брат вырежет этот кусочек из этого вот, из этого самого ролика и назовет его как-то покруче. Почему? Надо учить миллионы людей. Мы пока не можем. Мы пока, то есть, сказать, только где-то из-под воротни. Гавкаем, это я гавкаю. Потому что на трибуну не пускают, значит, из-под трибуны это гав-гав-гав. Ну, да, а людей-то надо готовить. Значит, смотрите. Очень солидный. Видите? Вот он. Итак, Татарстан, Казань. Есть телефон. Вот он. Вот. Самое интересное, что вам не удастся их ни в чем обвинить. Сейчас мы просто раскрываем саму тему. Как можно быть честным очень, зарабатывать деньги, вот, одновременно подставлять тысячу людей, потому что, ну, как сказать, как бы вам сказать-то. Сейчас все поймете. Смотрим. Итак, женщина прислала фотографию. Сейчас вы ее увидите. Саженца. И спросила, как его укрывать. Казалось бы, Казань, это Волга. Чего там укрывать? Да еще, триумф. Вы знаете, что интересно? Вот я долго говорю. Слово северный. Оно всегда подкупает. Северный. Триумф, это значит, что достигнуто великолепного качества абрикоса. 55 грамм. Урожай на 64 килограмм. Ну, это что, 10 ветер, да? Примерно. Это круто. Вот. 55 грамм. Масса. Это средняя. Сочный. Приятного к фангукуса. Все замечательно. Северный. А как было не купить? И вот наша с вами коллега, которая участвует в этом садоводстве по Железову. Ну, многие его знают. Он в Массензере есть, так? Так. Теперь смотрите дальше. Вот она сейчас... Я долго говорю, ну, по делу. Писылают эту фотографию. Ну, я смотрел, смотрел. 90% что это привык к почкой. Ну, бог с ним. Когда почка рана, вот тут она не такая большая. Хотя, конечно, сюда пойдет мороз. Не дай бог, без снежи. И все это к чертовой матери должно погибнуть. Тогда у нее стал вопрос у дамы. Она же не слепая. Или мужчины. Ой, боюсь набрать память. Вот. Укрывать? И как укрывать? Ну, и укройшь маленький, а что потом? Давайте смотрим, что отвечала не я, но такого же уровня человек. Примерно, как у меня. Не хуже. По фото него... А он ее спрашивает. Не видно. Сейчас поверьте, к чему. Все загвоздка. Все впереди. Интрига. По всему посадка была большую яму. Явно без холма. Это спрашивает толковый мужик. Да, отвечает наша дама. Посадка была в яму. Как обычно, всегда садили. Я про холмы ничего не знал, никто не подсказал. То есть она из наших новичок. Вот. Дальше умный человек, грамоты из наших пишет. Ну, следите за нас за корневой шейкой. Чтобы была не в сырости, иначе сгниет. Абрикос и груша очень подвержены к выплеванию этой части. Да. Абрикос и груша. Талдычу 20 лет. Меня никто не слышал. Помните, яблоня, запятая, того доктора науки, я показывал крупным планом, его фильм показал. Яблоня, запятая, груша, посадка, и вот груша бедная попала туда же, куда и яблоня. То есть в это же самое. Яблоня, значит, сдохнет 100%. То есть ученый, доктор науки ей ничем не помог, никому не помог. Он, наоборот, подставил садоводу, которые видели этот ролик. Вот. А сейчас самое интересное. Что сделали мы? Мы с вами. А теперь уже я подключился. Я говорю, ну, пришлите данные, а мы же разберемся. Это легко установить. Откуда он взялся? Как установить? Ну, откроем мы сейчас сайт, а там окажется, что есть сад абрикосовый, нет сада абрикосового. Так же? Вот. Или его нет, а на самом деле мы делаем вид, что есть. Три варианта. Вот. Что я там обнаружил? Сразу. Внимание. Почему я не смогу, и вы ничего не сможете сделать, и никто вам деньги не вернет? Хотя я считаю, что закрывать, значит, соприт, не закрывать, замерзнет. Откуда у меня такая уверенность? Еще раз. и претензий не предъявите. Бесполезно. Итак, внимание, если бы вы прочитали весь их сайт, вы бы ни за что его не купили. Потому что честное признание не в обмане, нет, а в лукавстве. Смотрите, это же лукавство. Наши специалисты побывали в лучших питомниках России. Это запомнили? В лучших питомниках побывали. Что сделали? Отобрали для вас наиболее интересные и достойные образцы. Так, а при чем тут Волжский сад? Он предлагает 450 наименований. Вот вам яблони, малина, смородина. И, внимание, мы потом посмотрим, мы на сайт зайдем, вы ахнете. Гости в кавычках, это не я, не мои кавычки, это из южных регионов. Вы это видели? Какой хрен с южного региона было покупать саженец? С южного региона? С южного! Что у нас входит понятие южного региона? Я скажу, Крым, Молдавия, так, Средняя Азия, там, где зимой вообще плюсовая, как правило, как-то у них минус 20, сады померзли. Я смотрел с ужасом центральной телевидении, минус 20, среди Азии померзли сады. Минус 20. Вот. Я сто процентов уверен, я сюда пригласил на этот вебинар тех участников, вот этого, кто вот это вот переписывался. Абрикосы и черешня. А почему забыли про персики? У вас что? У вас что? В этом самом в этом самом есть персиковый сад? Абрикосового сада нет, я проверял. персиковый сад у нас есть. И что получается? Естественно, ничего покупать не надо. А этот персик, абрикос замерзли, даже не сомневайтесь. Вот. Другое дело, что все честно. Они берут с юга, привозят на север. Есть такое слово, называется, по умолчанию. Продают по умолчанию. Вот. Ну, а дальше жеволос, облепихать, для нас это сами знаете. вот. И вот что интересно, да, специалисты ориентировались, когда для вас покупали вот это вот, вот это вот, они, оказывается, ориентировались на морозоустойчивость. Тогда скажите мне, на милость, с какой стороны, ну, еще засуха устойчивость, устойчивость болезням. Когда, значит, мерзнет, какая, к черту, устойчивость болезни? В это все одно и то же. Как начались морозы, так это. Просто замерзнет или подмерзнет. те же болезни. И вот она следит за результатами работы ведущих селекционеров, чтобы вы всегда имели подобрать тот сорт. Как можно подобрать южный сорт? Как он может на территории России, да, там же черно-побел написано, южный. Ну, и вот тогда я спросил, вы когда покупали на валу, вот этот хворост, или как назвать, эти дровишки, все, что с юга замерзнет в России, когда вы это покупали, вы честно признались, теперь к вам претензий нет, вы сказали, что, извините, мы правду сказали, гости из Южи Кириона. Хотели, брали, хотели, не брали, куда глаза глядели, все, вот, а я для вас говорю, почему, как сделать так, чтобы не сотни человек, не сотни человек, а тысячи, десятки, сотни тысяч людей, знали вот эту элементарщину, каталог нашей продукции, Ворский сад, он, ну-ка, сейчас с вами будем вникать во все это, он, 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 так, есть два телефона, звонить бесполезно, вы, например, скажете, я купил серный труб, я хочу знать, укрывать, не укрывать, вот, какая у него морозостойкость, ну, вам могут сказать, минус 30, захотят, собрать, то минус 40, хотят, обранью, тогда вы скажите, из какой страны, я сам соображу, сейчас это так легко, набрать температурный режим, набрать, вот, допустим, с Молдавии, средняя температура зимой, и так далее, захотите придраться, скажете, забирайте обратно, а у вас есть сертификат, ну, и так далее, ну, ладно, не будем придираться, и так, смотрим, Молдский сад, плодовое растение, сюда нажимаем, сейчас вы увидите, как мы будем разбираться, как мы будем разбираться, и почему они себя так ведут, и так, что мы имеем, плодовое нажали, ну, учеба, есть учеба, вот, это же не просто так, человек обратился к нам, чтобы мы сказали, что мы должны были, научил укрывать абрикос, укроешь, соприть, не укроешь, замерзнет, вот все укрытие, и так, саженцы, персики, абрикосы пошли, я когда наглянул на эту красоту, я их все знаю, они фигурируют в сотнях, 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 плодопитомников, на их сайтах, а в жизни нет практически ни у кого, с трём северный видели, я ничего не путаю, друзья, видели, нет, как вы должны были делать, когда набрали Волжский сад, набрали абрикосы, нажали, я уверен, еще не все это знают, а вот такие новички, не зря, чтобы канал открыли, трём северный, вот он самый, так нет, вот уже масса больше, уже 60 грамм, вот, смотрим сюда, и так, нажав, не нажав, направив, я нажимаю правой мышкой, ибираю, что мы будем найти, изображение в Яндексе, вот, то, что вы сейчас увидите, они выбрали снимок, художе, какой можно выбрать, я сейчас долго буду листать, глядите, внимание, не устали, не устали, используют фотографию, вся планета, начиная от Москвы, да, будем сейчас каждую разбирать, или не будем, вот, называют, как хотите, в России, изъято зараженные абрикосы из Турции, короче, мне не хочется на это время терять, назад, все-таки, отриставим, 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 вот, значит, что сделали авторы этих самых, а, кстати, это еще не все, еще, вот, смотрите, похоже, и это, и это, и это, и это, и это, и это, то есть, их на самом деле, еще больше, потому что, его вот так, вот эти, круть-верть, круть-верть, кто на папа поставит, кто на задницу, кто на это, вот, кто боком, ну, вы поняли, почему, в мире, настолько плохо с фотографиями, ведь не зря же, мои самые лучшие фотографии, несколько десятков абрикосов, украдены вот такими же, вот, скажите, если это не фотография, а, кто скажет, пусть они на меня в суд подадут, скажут, нет, наши вот доказательства, и это свои доказательства, там есть история о фотографии, имеет свою историю, вот, нажимаешь, видно, маркет этого, год, все, день, и тогда получается, что они присвоили, они присвоили, вот это все, назад, 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 ага, вот, это все из интернета, а скажите, пожалуйста, как, как они, сейчас я же все, в глобальном масштабе, пытаюсь вас объяснить, присвоив все эти фотографии, а где, человек выбирал, выбирал, думает, северный труп, наверное, все-таки он марзостойкий, рассеверный, да, кто-то выбрал вот эту красоту, я знаю автора этого сорта, вот, это все мне знакомы, знакомы, они так же, листаешь, они всему миру принадлежат, все, кто хотел, тот их себе присвоил, вот, а как, что же на самом-то деле, вы поняли, к чему я клоню, вот этот человек, пусть они честные люди, но насколько честные, они признали, что абрикос Южный Краю, регионы, значит, замерзнет, считайте, что признали, вот, что же это за этот, он же теперь получается, к северному триумфу, никакого отношения не имеет, они же фотографию-то делали, это в чужом саду, не в чужом, мы прямо с интернета слябзли, вот, тогда я делаю глобальный вывод, это моя роль в этом мире, и так, нужен закон, уже столько там пунктов набирается, очередной из них звучит так, очередной, значит, когда человек видит очередную фотографию, особенно там, где есть цена его, естественно, есть юридический адрес, есть адрес там Казани и прочее, есть телефоны, чего не хватает? Место, где выращен саженец, почему? Потому что, внимание, плодопитомник, вот, волнский сад, обширная коллекция, да, мне сейчас интересует другое, ребята, вот она, эта коллекция, вот она, вот она, вот она, а теперь скажите мне на милость, откуда персики, ведь вы не написали, вы про абрикосы, написали с южих регионов, вот, я все перерыл, я все поискал, все, но розы, ладно, бог с ним, тут ума не надо особо, вот, меня интересует, откуда взялись персики, 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 откуда взялись персики, поняли, а персики, сейчас вы увидите, абрикос, вишня, груша, я дальше не глядел, хотите тоже посмотрим, еще потратим 5 минут, вот они персики, где, ваш, персиковый сад, чтобы это вырастить, нужно иметь персиковый сад, нужно знать, а проверить легко, он там телефоны, это, покупаются только так, на что прививали, где можно, я живу, ну, обычно, мой инструктор, я живу 20 километров от, сами, прямо в Казани, в Казани, кстати, наши друзья живут, а, да, правильно, Антон Колесников, вот, я сейчас приеду, я на месте куплю, я очень хочу посмотреть, на ваш плодосящий сад, персиковый, и послушайте, что ответит, вот это страшная вещь, ребята, то есть, купить вы их не купите, ни о чем, они подстраховались, они подстраховались, вот они, гости из южных регионов, абрикосы, черешные, ну, че же у вас, это они, раз не растут у вас, в Казани, ну, купит Антон Колесников, у вас, он тоже, в Казани живет, один из наших, ну, и что будет дальше-то, если у него замерзнет, то еще раз говорю, абрикосы не укроешь, запреет, ну, вот, поговорили, называется, «Алтон Колесников»